Житие Святого Отца Нашего Спиридона Тремифутского Чудотворца Родиной дивного Спиридона был остров Кипр. Сын простых родителей и сам простодушный, смиренный, добродетельный, он с детства был пастырем овец, а пришедший возраст сочетался с законным браком и имел детей. Он вел чистую, богоугодную жизнь, подражая Давиду в кротости, Иакову в сердечной простоте и Аврааму в любви к странникам. Прожив немного лет в супружестве, жена его умерла, и он еще беспрепятственнее и усерднее стал служить Богу добрыми делами, тратя весь свой достаток на принятие странников и пропитание нищих. Этим он, живя в миру, так благоугодил Богу, что удостоился от него дара чудотворения. Он исцелял неизлечимые болезни и одним словом изгонял бесов. За это Спиридон был поставлен епископом города Тремифунта в царствование императора Константина Великого и сына его Констанции. И на епископской кафедре он продолжал творить великие чудеса. Однажды на острове Кипра было бездожие и страшная засуха, за которую последовал голод, а за голодом мор, и множество людей гибло от этого голода. Небо заключилось, и нужен был второй Илья, или подобный ему, который был отверст небо своей молитвою. Таким оказался святой Спиридон, который, видя бедствие, постигшее народ, и отечески жалея погибающих от голода, обратился с усердной молитвой к Богу. И тотчас небо покрылось со всех сторон облаками, и пролился обильный дождь на землю, непрекращавшиеся несколько дней. Святой помолился опять, и настало ведра. Земля обильно напоена была влагой и дала обильный плод. Дали богатый урожай нивы, покрылись плодами сады виноградники, и после голода было во всем великое изобилие по молитвам угодника Божия Спиридона. Но через несколько лет за грехи людские, по попущению Божию, опять постиг страну ту голод. И богатые хлеботорговцы радовались дороговизне, имея хлеб, собранный за несколько урожайных лет, и, открыв свои житницы, начали продавать его по высоким ценам. Был тогда в Тримифунте один хлеботорговец, страдавший ненасытную жадностью к деньгам и неутомимую лимою страстью к наслаждениям. Закупив в разных местах множество хлеба и привезший его на кораблях Тримифунт, он не захотел, однако, продавать его по той цене, какая в то время стояла в городе, но ссыпал его в склады, чтобы дождаться усиления голода, и тогда, продав подороже, получить большой барыш. Когда голос делался почти всеобщим и усиливался со дня на день, он стал продавать свой хлеб по самой дорогой цене. И вот пришел к нему один бедный человек и, унижен, накланяясь, со слезами умолял его оказать милость, подать немного хлеба, чтобы ему, бедняку, не умереть с голоду вместе с женою и детьми. Но немилосердный и жадный богач не захотел оказать милость нищему и сказал, «Ступай, принеси деньги, и у тебя будет все, что только купишь». Бедняк, изнемогая от голода, пошел к святому Спиридону и с плачем поведал ему о своей бедности и о бессердечье богатого. «Не плачь, — сказал ему святой, — иди домой, ибо дув святой говорит мне, что завтра дом твой будет полон хлеба, а богатый будет умолять тебя и отдавать тебе хлеб даром». Бедный вздохнул и пошел домой. Едва настала ночь, как по повелению Божию пошел сильнейший дождь, которым подмыла житница немилосердного сребролюбца и водой унесло весь его хлеб. Хлеботорговец со своими домашними бегал по всему городу и умолял всех помочь ему и не дать ему из богача сделаться нищим. А тем временем бедные люди, видя хлеб, разнесенный потоками по дорогам, начали подбирать его. Набрал себе с избытком хлеба и тот бедняк, который вчера просил его у богача. Видя над собой явное наказание Божие, богач стал умолять бедного брать у него за даром столько хлеба, сколько он пожелает. Так бог наказал богатого за немилосердие и по пророчеству святого избавил бедного от нищеты и голода. Один известный всему святому земледелец пришел к тому же богачу и во время того же голода с просьбой дать ему взаймы хлеба на прокорм. И обещался с лихвою возвратить данные ему, когда настанет жатва. У богача, кроме размытых дождем, были еще другие жидницы, полные хлеба, но он, недостаточно наученный первую своею потерю и не излечившись от скупости, и к этому бедняку оказался таким же немилосердным, так что не хотел даже и слушать его. Без денег, сказал он, ты не получишь от меня ни одного зернышка. Тогда бедный земледелец заплакал и отправился к святителю Божию Спиридону, которому и рассказал о своей беде. Святитель утешил его и отпустил домой, а наутро сам пришел к нему и принес целую груду золота. Откуда взял он золото? Об этом речь после. Он отдал это золото земледельцу и сказал, отнеси, брат, это золото тому торговцу хлеба и отдай его в залог, а торговец пусть даст тебе столько хлеба взаймы, сколько тебе сейчас нужно для пропитания. Когда же настанет урожай и у тебя будет излишек хлеба, ты выкупи этот залог и принеси его опять ко мне. Бедный земледелец взял из рук святительских золото и поспешно пошел к богатому. Корестолюбивый богач обрадовался золоту и тотчас же отпустил бедному хлеба, сколько ему было нужно. Потом голод миновал, был хороший урожай, и после жатвы земледелец тот отдал с лихвою богачу взятый хлеб и, взяв от него назад залог, отнес его с благодарностью к святому Спиридону. Святой взял золото и направился к своему саду, захватив с собой земледельца. — Пойдем, — сказал он со мною, брат, — и вместе отдадим это тому, кто так щедро дал нам взаймы. Вошедши в сад, он положил золото у ограды, возьмел очи к небу и воскликнул. — Господи мой, Иисусе Христе, с твоей волею все созидающий и притворяющий. Ты некогда, Моисеев, жезл на глазах у царя Египетского превратил в змея. Повели этому золоту, ранее превращенному тобой из животного, опять принять первоначальный вид свой. Тогда Иисусе и человек узнает, какое попечение имеешь ты о нас, и самым делом научится тому, что сказано в Святом Писании, что Господь творит все, что хочет. Когда он так молился, кусок золота вдруг зашевелился и обратился в змею, которая стала извиваться и ползать. Таким образом, сначала змея по молитве святого обратилась в золото, а потом так же чудесное золото опять стало змеей. При виде сего чуда земледелец затрепетал от страха, пал на землю и называл себе недостойным оказанного ему чудесного благодеяния. Затем змея уползла в свою нору, а земледелец полной благодарности возвратился к себе домой и изумлялся величию чуда, сотворенного Богом по молитвам святого. Один добродетельный муж, друг святого, по зависти злых людей, был оклеветан предгородским судьею и заключен в темницу, а потом и осужден на смерть без всякой вины. Узнав об этом, блаженный Спиридон пошел избавить друга от незаслуженной казни. В то время в стране было наводнение, и ручей, бывший на пути святого, переполнился водой, вышел из берегов и сделался непроходимым. Чудотворец припомнил, как Иисус Навин с ковчегом завета к посоху перешел разлившийся Иордан. И, веруя во всемогущество Божие, приказал потоку, как слуе, — Встань! — так побелевает тебе владыка всего мира, дабы я мог перейти и спасен был муж, ради которого я спешу. Лишь только он сказал это, тотчас поток остановился в своем течении и открыл сухой путь не только для святого, но и для всех шедших с ним. Свидетели чуда поспешили к судье и известили его о приближении святого и о том, что совершил он на пути. И судья тотчас же освободил осужденного и возвратил его святому невредимым. Провидел также преподобные тайные грехи людские. Так однажды, когда он отдыхал от пути у одного странноприимца, женщина, находившаяся в незаконном сожительстве, пожелала умыть по тамошнему обычаю ноги святому. Но он, зная ее грех, сказал ей, чтобы она к нему не прикасалась. И это он сказал не потому, что внушался грешницею и отвергал ее. Разве может внушаться грешниками ученик Господа, евшего и певшего с метарями и грешниками? Нет, он желал заставить женщину вспомнить о своих прегрешениях и устыдиться своих нечистых помыслов и дел. И когда та женщина настойчиво продолжала стараться прикоснуться к ногам святого и умыть их, тогда святой, желая избавить ее от погибели, обличил ее с любовью и кротостью, напомнил ей о ее грехах и побуждал ей покаяться. Женщина удивлялась и ужасалась тому, что самые, по-видимому, тайные деяния и помыслы ее не скрыты от прозорливых очей человека Божия. Стыд охватил ее, и с сокрушенным сердцем упала она к ногам святого и обмывала их уже не водою, а слезами, а сама открыто созналась в тех грехах, в которых была обличена. Она поступила так же, как некогда блудница, упоминаемая в Евангелии, а святой, подражая Господу, милостиво сказал ей, «Прощаются тебе грехи» и еще «Вот ты выздоровела, не греши больше». С того времени женщина-то совершенно исправилась и для многих послужила полезным примером. До сих пор говорилось только о чудесах, какие совершал святой Спиридон при жизни, теперь должна сказать и о ревности его по вере православной. В царствовании Константина Великого, первого императора христианина в 325 году по Рождестве Христовом, в Никее собрался Первый Вселенский Собор для низложения еретика Ария, нечестиво называвшего Сына Божия тварью, а не творцом сего. И для исповедания его единосущным с Богом Отцом Ария в его богохульстве поддерживали епископы значительных тогда церквей Евсевий Никомединский, Морис Халкидонский, Феогни Никейский и другие. Поборниками же православия были украшены жизнью и учением мужей. Великий между святыми Александр, который в то время был еще пресвитером и вместе с заместителем святого Митрофана, патриарха Цареврадского, находившегося на одре болезни и потому не бывшего на соборе, и славный Афанасий, который еще не был украшен и пресвитерским саном, и проходил диаконское служение в церкви Александриской. Эти двое возбуждали в эритиках особое неходование и зависть именно тем, что многих превосходили во разумении истины веры. Не будучи еще почтены епископской учестью, с ними вместе был и святой Спиридон, и обитавшая в нем благодать была полезнее и сильнее в деле увещания. Иритиков, чем речи иных, их доказательства и красноречия. В соизволении царя на соборе присутствовали и греческие мудрецы, называвшиеся парапететиками. Мудрейший из них выступил на помощь Арию и гордился своей особенно искусную речью, стараясь высмеять учения православных. Ложенный Спиридон, человек наученный, не ученый, знавший только Иисуса Христа, притом распятого, просил отцов позволить ему вступить в состязание с этим мудрецом. Но святые отцы, зная, что он человек простой, совсем незнакомый с греческой мудростью, запрещали ему это. Однако Спиридон святой, зная, какую силу имеет премудрость свыше и как немощен пред нею, немощна пред нею мудрость человеческая, обратился к мудрецу и сказал, философ, во имя Иисуса Христа выслушай, что я тебе скажу. Когда же философ согласился выслушать его, святой начал беседовать. «Един есть Бог, — сказал он, — сотворивший небо и землю, и создавший из земли человека и устроивший все прочее видимое и невидимое. Словом своим и духом и мы веруем, что Слово — это и есть Сын Божий и Бог, Который, умилосердившись над нами, заблудшими, родился от Девы, жил с людьми, пострадал и умер ради нашего спасения. И воскрес, и с собой и воскресил весь род человеческий. Мы ожидаем, что он же придет судить всех праведным судом и каждому воздаст по делам его. Веруем, что он одного существа с Отцом, равный с ним власти и чести. Так исповедуем мы и не стараемся исследовать эти тайны любопытствующим умом. А ты не осмеливайся исследовать, как все это может быть, ибо тайны эти выше твоего ума и далеко превышают всякое человеческое знание. Затем немного помолчал, святой спросил, «Не так ли и тебе все это представляется, философ?» Но философ молчал, как будто ему никогда не приходилось состязаться. Он не мог ничего сказать против слов святого, в которых видна была какая-то божественная сила во исполнении сказанного в Святом Писании, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Наконец он сказал, «И я думаю, что все действительно так, как ты говоришь». Тогда старец сказал, «Итак, иди и прими сторону святой веры». Философ, обратившись к своим друзьям и ученикам, заявил, «Слушайте, пока состязание со мной велось посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие, и своим искусством спорить, отражал все, что мне представляли. Но когда вместо доказательств от разума из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства бессильны против нее, так как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь из вас может мыслить так же, как и я, то да уверуют во Христа и вместе со мной да последует за всем старцем, устами которого говорил сам Бог». И философ, и спиридон, и спиридон, разошлись по домам. В это время умерла дочь его, Ирина. Время своей цветущей юности она в чистом действии провела так, что удостоилась царства небесного. Между тем, к святому пришла одна женщина и с плачем рассказала, что она отдала его дочери, Ирине, некоторые золотые украшения для сохранения. А так как та в скором времени умерла, то отданная пропала без вести. Спиридон искал по всему дому, не спрятаны ли где украшения, но не нашел их. Тронутый слезами женщины, святой Спиридон вместе со своими домашними подошел к гробу дочери своей и, обращаясь к ней, как живой, воскликнул, — Дочь моя, Ирина, Ирина, где находятся украшения, веренные тебе на хранение? Ирина, как бы пробудившись от сна крепкого, отвечала, — Господин мой, я спрятала их в этом месте дома. И она указала место. Тогда святой сказал ей, — Теперь спи, дочь моя, пока не пробудит тебе Господь всех во время всеобщего воскресения. На всех присутствующих при виде такого дивного чуда напал страх, а святой пошел в указанном умершем месте спрятанное и отдал той женщине. По смерти Константина Великого империя его разделилась на две части. Восточная половина досталась старшему сыну его Констанцию. Находясь в Антиохии, Констанции впал в тяжкую болезнь, которую врачи не могли исцелить. Тогда царь оставил врачей и обратился ко всемогущему целителю души телес, Богу, с усердной молитвой о своем исцелении. И вот в видении ночью император увидел ангела, который показал ему целый сон епископов и среди них особенно двоих, которые, по-видимому, были вождями и начальниками остальных. Ангел поведал при этом царю, что только эти двое могут исцелить его болезнь. Пробудившись, размышляя о виденном, он не мог догадаться, кто были виденные им два епископа. Имена и род их остались ему неизвестными, а один из них тогда, кроме того, не был еще и епископом. Долгое время царь был в недоумении и, наконец, по чему-то доброму совету собрал в себе епископов из всех окрестных городов и искал между ними виденных им видений двоих, но не нашел. Тогда он собрал епископов во второй раз и теперь уже в большем числе и из более отдаленных областей, но и среди них не нашел виденных им. Наконец он велел собраться к нему епископам всей его империи. Царское приказание, лучше сказать, прошение достигло и острова Кипра и города Тримефунта, где епископствовал святой Спиридон, которому все было открыто богом относительно царя. Тот же святой Спиридон отправился к императору, взяв с собой ученика своего Трофилия, вместе с которым он являлся царю в видении и который в то время, как сказано было, не был еще епископом. Прибыл в Антиохию, они пошли во дворец к царю. Спиридон был одет в бедные одежды и имел в руках финиковый посох, на голове митру, а на груди у него привешен был глиняный сосудец, как это было в обычае у жителей Иерусалима, которые носили обыкновенно в этом сосуде елей от святого креста, когда святой в таком виде входил во дворец, один из дворцовых служителей, богато одетый, счел его за нищего, посмеялся над ним и не позволял ему войти, ударил его по щеке. Но преподобный по своему незлобию и пометуя слова Господа подставил ему другую щеку. Служитель понял, что перед ним стоит епископ и, сознав свой грех, смиренно просил у него прощения, которое и получил. Едва только святой вошел к царю, царь тотчас узнал его, так как в таком именно образе он явился царю в видении. Констанций встал, подошел к святому и поклонился ему, со слезами прося его молитв к Богу и умоляя об оврачевании святой своей болезни. Лишь только святой прикоснулся к голове царя, последний тот чежевыздоровел и чрезвычайно радовался своему исцелению, полученному по молитвам святого. Царь сказал ему великие, оказал ему величие почести и в радости провел с ним весь тот день, оказывая великое уважение своему доброму врачу. Трифелий тем временем был крайне поражен всей царской пышностью, красотой дворца, множеством вельмож, стоящих пред царем, сидящим на троне, причем все имело чудный вид и блистало золотом, и искусной службе слух, одетых в светлые одежды. Спиридон сказал ему, «Чему ты так девишься, брат? Неужели царское величие и слава делают царя более праведным, чем другие?» «Разве царь не умирает так же, как и последний нищий и не предается погребению? Разве не предстанет он одинаково с другими страшному судьи? Зачем то, что разрушается, ты предпочитаешь неизменному и дивишься? Ничтожеству дивишься, когда должна прежде всего искать того, что невещественно и любить нетленную небесную славу?» Много получал преподобный самого царя, чтобы памятовал о благодеянии Божьем, и сам был бы благподданным, милосердь согрешающим, благосклонен к умоляющим о чем-либо, щедр к просящим, и всем был бы отцом, любящим и добрым, ибо кто царствует не так, тот должен быть назван не царем, а скорее мучителем. В заключении святой заповедал царю строго держать и хранить правила благочестия, отнюдь не принимая ничего противного Церкви Божией. Царь хотел возблагодарить святого за свое исцеление по его молитвам и предлагал ему множество золота, но он отказался принять, говоря, «Нехорошо, царь, платить ненавистью за любовь, ибо что только я сделал для тебя, есть любовь. В самом деле оставить дом, переплыть такое пространство морем, перенести жестокие холода и ветры, разве это не любовь? И за все это мне взять во плату золото, которое есть причина всякого зла и так легко губит всякую правду? Так говорил святой, не желая брать ничего, а только самыми усиленными просьбами царя был убежден, но только принять от царя золото, а не держать его у себя, ибо тотчас же раздал все полученное просившему. Кроме того, согласно увещаниям всего святого, император Констанции освободил от податей священников, диаконов и всех клириков и служителей церковных, рассудив, что неприлично служителям царя бессмертного платить дань царю смертному. Расставшись с царем и возвращаясь к себе, святой был принят на дороге одним христолюбцем в дом. Здесь к нему пришла одна женщина-язычница, не умершая говорить по-гречески. Она принесла на руках своего мертвого сына и, горько плача, положила его у ног святого. Никто не знал ее языка, но самые слезы ее ясно свидетельствую о том, что она умоляет святого воскресить ее мертвого ребенка. Но святой, избегая тщетной славы, сначала отказывался совершить это чудо и все-таки по своему милосердию был побежден горькими рыданиями матери и спросил своего диакона Артемидота, что нам сделать, брат? Зачем ты спрашиваешь меня, отче, отвечал диакон, что другое сделать тебе, как не призвать Христа, подателя жизни, столь много раз исполнявшего твои молитвы. Если ты исцелил царя, то неужели отвергнешь нищих и убогих? Еще более побуждаем и этим добрым советом к милосердию, святитель прослезился и, преклонив колено, обратился к Господу теплую молитвою. И Господь, через Илью и Елисея, возвративши жизни сыновьям вдовы в Сарябске, и Сарябске, Сарябске, услышал и молитву Спиридона и возвратил дух жизни языческому младенцу, который, оживший, тотчас же заплакал. Мать, увидев свое дитя живым, от радости упала мертвою. Не только сильная болезнь и сердечная печаль умерщвляет человека, но иногда даже самое производит и чрезмерная радость. И так женщина-то умерла от радости, а зрители ее смерть повергла после неожиданной радости по случаю воскрешения младенца в неожиданную печаль и слезы. Тогда святой опять спросил диакона, что нам делать? Диакон повторил свой прежний совет и святой опять прибег к молитве, возведя очи к небу и вознеся ум к Богу. Он молился вздыхающему дух жизни в мертвых и изменяющему все единым хотением своим. Затем он сказал умершей, лежавшей на земле, воскресни и встань на ноги. И она встала, как пробудившаяся от сна и взяла своего живого сына на руки. Святой запретил женщине всем присутствующим там рассказывать о чуде кому бы то ни было, но диакон Артемидот после кончины святого, не желая умолчать о величии и силе Божьих явленных через великого угодника Божия Спиридона, поведал верующим обо всем происшедшем. Когда святой возвратился домой, к нему пришел один человек, желавший купить из его стада сто кос. Святой велел ему оставить установленную цену и потом взять купленные. Но он оставил стоимость девяносто девяти кос и утаил стоимость одной, думая, что это не будет известно святому, который по своей сердечной простоте совершенно чувств был всяких житейских забот. Когда оба они находились в загоне для скота, святой велел покупателю взять столько кос, за сколько он уплатил. И покупатель, отделив сто кос, выгнал их за ограду. Но одна из них, как бы умная и добрая раба, знающая, что она не была подана своим господинам, скоро вернулась и опять бежала в ограду. Покупатель опять взял ее и потащил за собою, но она вырвалась и опять прибежала в загон. Таким образом, до трех раз вырывалась она у него из рук и прибегала к ограде. А он силой уводил ее и наконец валил ее на спальчий и понес к себе. Причем она громко бреяла. бодала его рогами в голову, билась и вырывалась, так что все видевшие это удивлялись. Тогда святой Спиридон, уразумев, в чем дело, и не желая в то же время при всех обличить нечестного покупателя, сказал ему тихо, смотри, сын мой, должно быть не напрасно животное это так делает. Не желая быть отведенным к тебе, не утаила ли ты должной цены за него, не потому ли оно и вырывается у тебя из рук и бежит к ограде. Покупатель устыдился, открыл свой грех и просил прощения, а затем отдал деньги и взял козу, и она сама кротко и смирно пошла в дом купившего ее впереди своего нового хозяина. На острове Кипре было одно селение, называемое Фриера. Пришедши туда по одному делу, святой Спиридон вошел в церковь и велел одному из бывших там диакону сотворить краткую молитву. Святой утомился от долгого пути, тем более, что тогда было время жатвы и стояли сильные жары. Но диакон начал медленно исполнять приказанное ему и нарочно растягивал молитву, как бы с некой гордостью произносил возгласы и пел и явно похвалялся своим голосом. Гневно посмотрел на него святой, хотя и добр был от природы и, порицая его, сказал «Замолчи!» и тот же диакон онемел. Он лишился не только голоса, но и самого дара слова и стоял, как совершенно не имеющий языка. На всех присутствовавших напал страх. Весть о случившемся быстро разнеслась по всему селению, и все жители избежались посмотреть на чудо и пришли в ужас. Диакон упал к ногам святого, знаками умоляя разрешить ему язык, а вместе с тем умоляли о том же и епископа, друзья и родственники диакона. Но не сразу святой снишел на просьбу, ибо сурок был он с гордыми и тщеславными, и, наконец, простил провинившегося, разрешил ему язык и возвратил дар слова. При этом он однако же запечатлел на нем след наказания, не возвратив его языку полной ясности и на всю жизнь оставил его слабо голосым, косноязычным и заикающимся, чтобы он не гордился своим голосом и не хвалился отчетливостью речи. Однажды святой Спиридон вошел в своем городе в церковь вечерняя. Случилось так, что в церкви не было никого, кроме церковно-служителей. Но несмотря на то, он велел возжечь множество свечей и лампад и сам стал предалтарем в духовном умилении. А когда он в положенное время возгласил мир всем, и не было народа, который бы не на возглашаемое святителем благожелание мира дал обычный ответ, внезапно послышало сверху великое множество голосов, возглашающих и духами твоему. Хор этот был велик и строен, и сладковласнее всякого пения человеческого. Диакон, произносивший эктении, пришел в ужас, слыша после каждой эктении какое-то дивное пение сверху «Господи, помилуй». Пение это было услышано даже находившимися далеко от церкви, из коих многие поспешно пошли на него. И по мере того, как они приближались к церкви, чудесное пение все более и более наполняло их слух и услаждало сердца. Но когда они вошли в церковь, то не увидели никого, кроме святителя с немногими церковными служителями. И не слыхали уже более небесного пения, отчего пришли великое изумление. Другое время, когда святой также стоял в церкви на вечернем пении, в лампаде не хватило и лея, и охонь стал уже гаснуть. Святой скорбел об этом, боясь, что когда погаснет лампада, прорвется и церковное пение, и не будет таким образом выполнено обычное церковное правило. Но Бог, исполняющий желания боящихся его, повелел лампаде переполниться елеем через края, как некогда сосуду добиться во дни пророка Елисея. Служители церковные принесли сосуды, поставили их под лампаду и наполнили их чудесно елеем. Этот вещественный елей явно служил указанием на преизобильную благодать Божью, коей был преисполнен святой Спиридон, и напаяемо было им его словесное стадо. На острове Кипре есть город Кирина. Однажды сюда прибыл из Тремифунта святой Спиридон по своим делам вместе с учеником своим Трифилием, который был тогда уже епископом Лев Кусийским на острове Кипре. Когда они переходили через гору Пентадактил и находились на месте называемом Паримна, отличающемся красотою и богатой растительностью, то Трифилий пристился этим местом и пожелал и сам для своей церкви приобрести какое-либо поместье в этой местности. Долго он размышлял об этом про себя, но мысли его не утаились от позорливых духовных очей великого отца Спиридона, который сказал ему, зачем, Трифилий, ты постоянно думаешь о суетном и желаешь поместьев и садов, которые на самом деле не имеют никакой цены и только кажутся чем-то существенным и своей призрачной ценностью возбуждают в сердцах людей желание обладать ими. Наши сокровища неотъемлемые на небесах. У нас есть храмина нерукотворенная. К ним стремись и ими заранее через богомыслие наслаждайся. Они не могут переходить из одного состояния в другое и кто однажды сделается обладателем их, тот получает наследие, которое уже никогда не лишится. Эти слова принесли Трифилию великую пользу и впоследствии он своего истинно христианской жизнью достиг того, что сделался избранным сосудом христовым, подобно апостолу Павлу исподобился бесчисленных дарований от Бога. Так святой Спиридон сам, будучи добродетельным, направлял добродетелей других людей, и тем, кто следовал его увещаниям и наставлениям, они служили на пользу, а отвергавших их постигал худой конец, как это видно из следующего. Один купец жителей того же Тримефунта отплыл в чужую страну торговать и прибыл там двенадцать месяцев. В это время жена его впала прелюбодеяние и зачала. Вернувшись домой, купец увидел жену свою беременную и понял, что она без него прелюбодействовала. Он пришел в ярость, стал бить ее и, не желая с нею жить, гнал ее из своего дома, а потом пошел и рассказал обо всем святителю Божию Спиридону и просил у него совета. Святитель, сокрушаясь душевно о грехе женщины и о великой скорби мужа, призвал жену и, не спрашивая ее, действительно ли она согрешила, так, как о грехе свидетельствует уже самая беременность ее и плод, зачатый ею беззаконие. Прямо сказал ей, «Зачем осквернила ты ложи мужа своего и обесчестила его дом?» Но женщина, потеряв всякий стыд, осмелилась явно солгать, что она зачала не от кого другого, а именно от мужа. Присутствовавшие вознегодовали на нее еще более за эту ложь, чем за самое прелюбодеяние, и говорили ей, «Как же ты говоришь, что зачала от мужа, когда его двенадцать месяцев не было дома? Разве может зачатый плод двенадцать месяцев и даже более оставаться в чреве?» Но она стояла на своем и утверждала, что зачатая ею, дожидалась возвращения своего отца, чтобы родиться при нем. Отстаивая эту подобную ложь и споря со всеми, она подняла шум и кричала, что ее окреветали и обидели. Тогда святой спиридон, желая довести ее до раскаяния, кротко сказал ей, «Женщина, великий грех впала ты, велико должно быть и покаяние твое, ибо для тебя все-таки осталась надежда на спасение, нет греха, превышающего милосердие Божие, но я вижу, что в тебе прелюбодеянием произведено отчаяние, а отчаяние без стыдства, и было бы справедливо понести тебе достойное и скорое наказание, и все-таки оставляя тебе место и время для покаяния, мы во всеуслышание объявляем тебе, плод не выйдет из чрева твоего, пока ты не скажешь истины, не прикрывая ложью того, что и слепой, как говорится, видеть может». Слова святого в скором времени сбылись. Когда женщине наступило время родить, ее постигла лютая болезнь, причинявшая ей великие мучения, удерживавшая плод в ее чреве, но она, ожесточившись, не захотела признаться в своем грехе, в котором и умерла, не родившей. Мучительной смертью умерла эта женщина. Узнав об этом, святитель Божий прослезился, пожалев, что он судил грешницу таким судом и сказал, «Не буду я больше произносить суда над людьми, если сказанные мною так скоро сбываются над ними на деле». Одна женщина сафрония, благонравная, благочестивая, имела мужа язычника. Она не раз обращалась к святителю Божию Спиридону и усердно умоляла его постараться обратить ее мужа к истинной вере. Муж ее был соседом святителя Божия Спиридона и уважал его, а иногда они, как соседи, бывали даже друг у друга в домах. Однажды собралось много соседей святого и язычника. Были они и сами. И вот друг святой говорит одному из слух во всеуслышание. Вон у ворот стоит вестник, присланный от работника, пасущего мое стадо, с вестью, что весь скот, когда работник заснул, пропал, заблудившись в горах. Ступай, скажи ему, что пославший его работник уже нашел весь скот в целости в одной пещере. Слуга пошел и передал посланному слова святого. Вскоре затем, когда не успели еще собравшиеся встать из-за стола, пришел от пастуха другой вестник с известием, что все стадо найдено. Слыша это, язычник был несказанно удивлен тем, что святой спиридон знает происходящее за глазами, как совершающееся вблизи. Он вообразил, что святой есть один из богов и хотел сделать ему то, что и некогда жители Ли-А-Ли-Ха-Онии сделали апостолом Варнавии Павлу, то есть привезти жертвенник животных, приготовить венцы и совершить жертвоприношение. Но святой сказал ему, я не бог, я только слуга Божий и человек во всем подобный тебе, а что я знаю то, что совершается за глазами, это дает мне мой бог, и если и ты уверуешь в него, то и познаешь величие его всемогущества и силы. Своей стороны жена язычника Сафония улучшил время, стала убеждать мужа, отречься от языческих заблуждений и познать единого истинного Бога и уверовать в него. Наконец, силою благодати Христовой, язычник был обращен к истинной вере и просвещен святым крещением. Так спасся неверующий муж, как говорит святой апостол Павел. Рассказывают также о смирении блаженного Спиридона, как он, будучи святителем и великим чудотворцем, не гнушался пасти овец бессловесных и сам ходил за ними. Однажды воры ночью проникли в загон, похитили несколько овец и хотели уйти, но Бог, любя угодника своего Спиридона и охраняя его скудное имущество, невидимыми узами крепко связал воров, так что они не могли выйти из ограды, где оставались в таком положении против воли до утра. На рассвете святой пришел к своим овцам и увидев воров, связанных силой у Божию по рукам и по ногам, своею молитвою развязал их и дал им наставление о том, чтобы не желали чужого, а питались трудом рук своих. Потом он дал им одного барана, чтобы, как он сам сказал, не пропал даром их труд и бессонные ночи и отпустил их с миром. Один тримимфунский купец имел обычай брать у святого взаймы деньги для торговых оборотов. И когда по возвращении из поездок по своим делам приносил взятые обратно, то святой обыкновенно говорил ему, чтобы он сам положил деньги в ящик, из которого взял. Так мало заботился на временном приобретении, что не справлялся даже никогда правильно ли уплачивают должник. Между тем, купец много раз уже поступал таким образом, сам вынимая с благословения святого из ковчега деньги и сам опять вкладывая туда принесенные обратно и дела его процветали. Но однажды он, увлекшись користолюбием, не положил принесенного золота в ящик и удержал его у себя, а святому сказал, что вложил. В скором времени нагнищал, так как утаенное золото не только не принесло ему прибыли, но и лишило успеха его торговлю и, как огонь, пожрало все его имущество. тогда купец опять пришел к святому и просит у него взаймы. Святой отослал его в свою спальню к ящику с тем, чтобы он сам взял. Он сказал купцу, ступай и возьми, если сам ты положи. Купец пошел и, не нашедший в ящике денег, воротился к святому с пустыми руками. Святой сказал ему, но ведь в ящике, брат мой, не было до сих пор ничьей другой руки, кроме твоей. Значит, если бы ты положил тогда золото, то теперь мог бы взять его. Купец, устыдившись, пал к ногам святого и просил прощения. Святой тотчас же просил его, но при этом сказал в назидании его, чтобы он не желал чужого и не осквернял совесть своей обманом и ложью. Так неправда его приобретенная прибыль есть не прибыль, а в конце концов убыток. В Александрии созван был однажды собор епископов. Патриарх Александрийский созвал всех подчиненных ему епископов и хотел общую молитву не спровергнуть и сокрушить все языческие идолы, которых там было еще очень много. И вот в то время, когда приносились Богу многочисленные усердные молитвы, как соборные, так и частные, все идолы и в городе, и в окрестностях пали. Только один особо чтимый язычниками идол остался цел на своем месте. После того, как патриарх долго и усердно молился о сокрушении этого идола, однажды ночью, когда он стоял на молитве, явилось ему некоторое божественное видение, и повелено было не скорбеть о том, что идол не сокрушается, а скорее послать в Кипр и призвать оттуда Спиридона епископа Тременфудского, ибо он для того и оставлен был идол, чтобы быть сокрушенным молитвой сего святого. Патриарх тотчас же написал послание к святому Спиридону, в котором призывал его в Александрию, и говорил о своем видении, и немедленно направил это послание в Кипр. Получив послание, святой Спиридон сел на корабль и отплыл в Александрию. Когда корабль остановился у пристани, называемой Неаполем, и святой сходил на землю, в ту же минуту идол в Александрии с его многочисленными жертвенниками рушился. Почему в Александрии узнали о прибытии святого Спиридона? Ибо когда патриарху донесли, что идол пал, патриарх сказал остальным епископам, друзья, Спиридон Тременфудский приближается. И все, приготовившись, вышли навстречу святому и с честью приняв его, радовались о прибытии к ним такого великого чудотворца и светильника мира. Церковные историки Никифор и Савомен пишут, что святой Спиридон чрезвычайно заботился о строгом соблюдении церковного чина и сохранении во всей неприкосновенности до последнего слова книг священного писания. Однажды произошло следующее. На острове Кипре было собрание епископа всего острова по делам церковным. Среди них находились святой Спиридон и упоминавшийся выше Трифилий, человек, искусившийся в книжной премудрости, так как молодости своей он много лет провел в Берите, изучая писания и науки. Собравшись, отцы просили его произнести в церкви поучения народу. Когда он поучал, пришлось ему помянуть слова Христа, сказанные им расслабленному «Встань и возьми одр твой». Трифилий слово «одр» заменил словом «ложа» и сказал «Встань и возьми ложа твоя». Услышав это, святой Спиридон встал с места и не вынося изменения слов Христова сказал Трифилию «Неужели ты лучше сказавшего одр, что стыдишься употребленного им слова?» Сказав это, он при всех вышел из церкви и так поступил он не по злобе и не потому, что сам был совсем не ученым. Пристыдив слегка Трифилия, включившегося своим красноречием, он научил его смирению и кротости. К тому же святой Спиридон пользовался среди епископов великою честью, как самый старший летаний, славный жизнью, первый по епископству и великий чудотворец, а потому из уважения к лицу всякий мог уважать и его слова. Но преподобном на преподобном Спиридоне почивала столь великая благодать и милость Божья, что во время жатвы в самую жаркую пору дня его святая глава оказалась однажды покрытой прохладной росою нисходившую свыше. Это было последний год его жизни. Вместе с жнецами он вышел на жнитво, ибо был смиренен и работал сам, не гордясь высотой своего сана. И вот когда он жал свою ниву, внизу оросилась глава его, как это было некогда с руном идионовым. И все бывшие с ним на поле видели это и дивились. Потом волосы на голове у него вдруг изменились. Они сделали желтыми, другие черными, иные белыми, и только сам Бог знал, для чего это было и что предзнаменовало. Святой осизал голову рукой и сказал бывшим при нем, что приблизилось время разлучения души его с телом и стал получать всех добрым словом, а особенно любви к Богу и ближнему. По происшествии нескольких дней святой Спиридон предал свою душу Господу праведную, святую, святую, которому в праведности и святости служил всю свою жизнь и был с честью погребен в церкви святых апостолов в Тримефунте. Там и установлено было совершать ежегодно память его, и при гробе его совершаются многочисленные чудеса по славу дивного Бога, прославляемого святых его, отца и сына и Святого Духа, которому и от нас добудет слава, благодарение, честь и поклонение во веки во веки. Аминь. Святителю Отче Спиридоне моли Бога о нас.